Всем привет! Сегодня в выпуске на дорогах мы поговорим не только о дорогах, но и о тех мерах, которые принимаются для того, чтобы сделать эти дороги безопасными. И начнем мы с хорошей новости из нашего города Пскова. Здесь у одной из школ обеспечили треугольник видимости. Не все знают, что это такое, поэтому с Максимом мы специально сегодня проведем ликбез и объясним, что значит выражение треугольник видимости. Давайте нарисуем дорогу. Нарисуем разделительную полосу. И предположим, что здесь есть пешеходный переход. Давайте нарисуем зебру. И машинку нарисуем каким цветом? Давай возьмем красный маркер, нарисуем машину, которая подъезжает вот к этой зебре. Вот у нас здесь будет вот такая вот машинка. Она едет в этом направлении. А к зебре подходит пешеход, чтобы перейти. Вот здесь мы нарисуем такой человечка. Вот он идет в этом направлении. И сейчас, если нет никаких препятствий, то очевидно, что машина видит этого пешехода. Но что произойдет, если вот в этом месте появится какое-то препятствие? Максим, расскажи, что будет в том случае, если схема эта немножко поменяется? Да давай рассмотрим типовую схему. Как обычно, у нас паркуется машина с правой стороны вот здесь. Это припаркованные машины? Да, припаркованные машины. Бывает у нас еще ставится какой-нибудь киоск с журналом или выпечкой здесь. Какие-нибудь рекламные щиты у нас любят тоже ставить в таком месте. И человек едет, он из-за приближающего пешехода, из-за этого транспорта не едет. Давай мне зеленый. И вот мы посмотрим треугольник видимости, как он выглядит. То есть, треугольник видимости – это что видит автомобиль? Да. И, соответственно, размер треугольника видимости зависит от скоростного режима данной улицы. Если там и 40 км в час, размеры его больше будут. Если 20 км в час, размеры этого треугольника будут меньше. Ну, и очевидно, что вот сейчас из-за этих двух машин, из-за этого угла, который ларек торчит, он не увидит пешехода, который подходит к пешеходному переходу. Да, и, соответственно, пешеход тоже не увидит приближающий транспорт. Но если он будет выходить сюда пешеход, а транспорт уже будет здесь, то получится столкновение и ДТП. А следующая новость. Минтранс предложил изменить приоритеты на перекрестках с круговым движением. И они были одобрены рабочей группе при правительстве. Эту новость я прочитал три раза, специально по просьбе нашего режиссера, который говорит, что я не дочитываю новости до конца. И я прочитал эту новость и все равно не понял. Выяснилось, оказывается, что при въезде на круг, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить дорогу тем, кто двигается по кругу. И вот я не понимаю, вроде, ну, сейчас же то же самое работает. То есть, есть круг. Если я заезжаю на круг, то очевидно, что я должен уступить тем, кто едет по кругу. Нет? Разве это не так? Получается из новости, что не все округи с круговым движением. То есть, не каждый круг является кругом? Ну, выходит, да. Мне вот интересно просто, каким образом, когда человек двигается на круговом движении, он поймет, что человек выезжает с главной дороги, чтобы я уступать ему или не уступать. То есть, если ты едешь по кругу, как понять, кому уступать, кто заезжает на круг? Да, с главной он уехал. Или с второстепенной. На круге же нет знака, что вот этот съезд главный, этот второстепенный, этот главный, второстепенный. Или, может быть, разметка как-то указывает, здесь вот на кругу будут треугольнички, уступи дорогу перед выездом с этой дороги или как? Ну, знаете, наверное, самый знаменитый круг, который не главный, находится в Питере, на въезде, собственно говоря, в Питер, на московском шоссе. Когда мы с Пулковской трассы заезжаем в город, то вот этот круг... Стелла там стоит, да? Вот этот круг как раз не главный. Хотя, по правилам, вроде, должен быть главным, да? Давайте спросим нашего эксперта Николая, который знает все СНИПы и ГОСТы, и он нам объяснит вообще, что это за нововведение, будет ли оно применяться, и что мы в этой новости не поняли. Привет, ребята. Говоря простым языком, это просто возвращение старой редакции ПДД. Потому что во многих субъектах так и не смогли организовать нормальное движение. Они либо просто сняли знаки кругового движения, как сделано, например, в Питере, и нарисовали главную дорогу. Хотя, по факту, это остался тот же круг. Да и люди некоторые также ездят по старой повышке, потому что круг, они даже потому что разметка там так же осталась, как будто на кругу, только, главное, дорога уходит. И водители теперь обязаны смотреть. И поэтому, чтобы не было такой путаницы все-таки над визуальным и над правилами, решили опять, скорее всего, вернуться к старому типу оплению круга, что теперь водитель должен будет смотреть. Хотя, по мне, так это неправильное решение, но сводится, опять же, к тому, что субъекты не могут у себя нормально организовать дорожное движение. В этой новости, кстати, интересно, что дальше есть еще такая приписка, что правки предусматривают установку под специальным знаком «Движение запрещено» дополнительной табличке «Кроме». Знак «Движение запрещено» – это, я не ошибаюсь, Максим, это вот такой круг белый с красной обводкой, да? Да, да. И по правилам дорожного движения под этот знак могут проезжать люди, которые там проживают в этом месте, работают в этом месте, и инвалиды первой, второй группы. И, по-моему, почта, да? Пожарная. Ну, они и так могут проезжать. Ну, которые обслуживают данное предприятие, например, там, либо такси, если там находится какой-нибудь скафой или еще что-то. В принципе, такси, получается, оно обслуживает человека в этой зоне. Поэтому может проехать, да. Ну, то есть, только проехать, взять человека и уехать без всяких там парковок. Слушай, а мне интересно, подожди, а если такси-то не маркированное, вот как сейчас просто, ну, Яндекс вызвал, а там оно, приехала просто машина. Ну, у любого такси должна лицензия быть, и такси должно быть маркировано шашечками и маячком наверху. То есть, если этого нет, то это значит нелегал, и они нарушают правила дорожного движения. Слушай, у нас, по-моему, половина машин Яндекс заказываешь, ездят без шашечек, без ничего. Нет, почему, там же есть шашечки, ты просто не смотрел. Это раньше шашечки были на всю машину, от капота до багажника, а теперь буквально там сантиметров 20 на двери или какая-нибудь другая маркировка. Но зеленый маячок обязательно должен быть еще наверху, вот стоять вот это оранжевое... Какой маячок? Ну, шашечка оранжевая и... А я думал, это, знаешь, как зеленоглазое такси. Да, 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 это вот и есть признаки такси. Слушайте, друзья, напишите нам в комментариях, у вас вообще в городе такси как-то маркируется? Потому что я, честно говоря, в последнее время ездил на такси, они никак не маркируются, хотя я их вызывал через Яндекс приложение. Ну, ладно, новость-то не про это. В общем, теперь, оказывается, вот под этим знаком, не кирпича, который вот... Движение запрещено. Подожди, тут новость про то, что движение запрещено под этим знаком, будет висеть табличка Кроме. И она подразумевает, что, оказывается, движение разрешено еще электрокаром. Ну, да, приписано, Кроме запрещено, кроме таких и таких моделей. Представляете, то есть, получается, если у вас электромобиль, то, в принципе, на этот знак можете наплевать. Так? Ну, ничего, можно для электромобилей, я считаю, вообще, на права не сдавать, они там автопилоты. Просто купил машину, и она тебя возит, тебя где хочешь там. В общем, такой карт-бланш для владельцев электрокаров. Иди и электрокар, быстрее. В Совете Федерации разработали законопроект о праве электрокаров ездить по выделенной полосе для общественного транспорта. Вот, по мне, так это вообще дичь какая-то. То есть, получается, что если вы владелец какой-нибудь Теслы, то, в принципе, можете заезжать на выделенку для общественного транспорта и спокойно себе ехать, и штраф вы не получите. Я, честно говоря, не знаю, примут ли этот законопроект, но это очень странное решение. То есть, это какое-то разделение общества на слои. То есть, получается, что если у тебя есть возможность купить электрокар за 5 миллионов, то, в принципе, на всех остальных, кто стоит в пробке, ты можешь спокойно плевать из своей шикарной машины и ездить по выделенной полосе для общественного транспорта. Из этой новости вообще просто, в принципе, теряется смысл выделенной полосы. Да, она же должна быть быстрая, правильно? Потому что в федеральном законе у нас есть статья, которая говорит о том, что должно быть преимущество у общественного транспорта. Оно вот как раз и есть выделенной полосой. Да. А какой общественный транспорт электромобилей не является общественным? Ну, да. Есть преимущество, например, для такси, которое, опять же, тоже оно перевозит пассажиров в такси. Давайте еще для машин топ-класса сделаем. Разрешим там Ягуарам люксовым ездить по выделенной полосе? Ну, можно тогда вообще, у кого есть мигалка, тоже по выделенной полосе ездить, а не перекрывать движение. Тут, конечно, мы немножко как бы утрируем, потому что зачем эта мера придумана? Она придумана для того, чтобы поддержать спрос на электромобили, чтобы электромобили покупали больше, и в конце концов они сменили весь бензиновый автопарк. Наверное... Или покупай электромобиль по цене ДВС. Да, ДВС это дизель... Двигатель внутреннего сгорания. Ты по-русски скажи, а то какие-то слова неизвестные. Вот. Ну, то есть, вот эта мера была бы понятна. То есть, сделайте скидку на продажу. Той же самой Теслы. А так получается, что как бы и скидки нет, но зато ты будешь король по жизни ездить по выделенке. Ну, не знаю, я против. Бери электрокар в рассрочку. А тебе бонусом будет движение по выделенке. Странная мера. Заезд в движение запрещено. И все остальные побложки. Олег, оператор говорил, что это самая беда-то в том, что работать-то будет только в Москве. Получается, Псков-то приехал, а льгот-то уже нет. А выделенки нет. А выделенки нет, да. Ну, в общем, приезжайте, Псков, у нас выделенки нет. И парковки бесплатные у нас. Да. Заправки, кстати, есть электро. И еще установить несколько. В новости говорится, что российский парк автомобилей вырос на 71% по сравнению с 2019 годом. Ну, хорошо. Мера работает, видать, да. И я тебе скажу, что очень хорошо. У нас, помимо нашего автопрома, который все хаят и не любят, и ругают, да, есть чем гордиться. У нас сколько электрокаров. И вот следующая новость у нас. Завод УАЗ выпустил электромобиль. Ну, не наш завод УАЗ, а, в общем, там такая история, что чешский дилер УАЗа, ну, они получили, видимо, УАЗик, собирали его, и тут они решили сделать из него электромобиль. А наши посмотрели и подумали, о, так это круто. И решили тоже на Ульяновском заводе выпускать тоже наш УАЗик электро. А, в общем, штука в том, что, почему, собственно говоря, они сделали на базе Хантера. Многие компоненты изнашиваются при езде по пересеченной местности, повышенный расход топлива, там, тормозные колодки быстро стираются, а если это электромобиль, то меньше износ деталей, да. И я так понимаю, что есть, они просто, ну, замена, собственно говоря, произошла, вытащили двигатель внутреннего сгорания и поставили туда электромотор мощностью 120 киловатт. Да вот так написано в новости, представляешь? Просто заменили одно на другое и три батарейки ставили вместо бензобаков. Я не знаю, вот я знаю, что у этого, у Патриота два бензобака, а вот у УАЗика этого, у Хантера, сколько бензобаков. Не знаешь? А я знаю, сколько три батареи. Три батареи будет. Так что вот. Характеристики такие, что есть три батареи, которые расположены слева и справа вдоль бортов, и одна в багажнике. И в зависимости от емкости запас хода составляет 250 или 400 километров. Поэтому, в принципе, ну, если вы поехали на рыбалку, я думаю, что вам этого запаса хода хватит, чтобы выбраться из любой грязюки. И это заверяются они, что мощность чуть не пострадает. Это очень мощный будет электромобиль, который может проехать просто везде. Надо еще сделать электробобик полицейским. Ему можно снимать новый сезон улицы разбитых фонарей электро. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням. Следующая новость у нас не про электромобили, а про электросамокаты. И она не такая радужная, как может показаться на первый взгляд. В МВД заявили, что в России в 2021 году резко выросло число ДТП с участием электросамокатов. И вот какие цифры озвучили, что за 7 месяцев этого года количество этих случаев выросло на 66%. Число погибших выросло в 4 раза, а всего на дорогах произошло 270 подобных аварий. И вот мне кажется, что эта цифра, она занижена. Потому что наверняка многие, кто бьются на электросамокатах, они получают шишки и спокойненько идут себе домой залечивать раны. И эти данные не попадают в статистику. Поэтому опасный вид транспорта электросамокат. Очень большое внимание начали этому уделять. Да, потому что их стало много. Потому как у нас смерти на дорогах происходит и не только с самокатами. Но есть и сколько железнодорожных переездов, где люди пешие идут. Не на транспорте едут и погибают под железной дорогой, поездами. Погибают на автомобильных дорогах. У нас каждый день по 30-40 человек гибнет. Но мы с тобой сейчас говорим о электросамокатах. То есть, тебе кажется, это незначительно. Сколько там, 5 человек за год получается? Слушай, это печально, но по сравнению с... Подожди, ты говоришь о тяжелых последствиях, когда погибает человек. Но бьются на самокатах очень часто. И факт в том, что эта цифра растет. Так, как и растет количество самокатов. Вот смотри. Лидеры это, понятно, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Подмосковье. То есть, больше всего зафиксировано в случаях там. Но даже вот у нас в Пскове недавно шеринг появился. Самокаты теперь у нас по городу. Хотя, казалось бы, Псков совсем... Так у нас не было несчастных случаев. Мы что в городе сделали? Да, мы, в общем, вместе с ребятами-активистами, мы продвинули эту идею, чтобы город нарисовал, наконец-то, велодорожки. Хотя, по велодорожкам, согласно действующему законодательству, ездить на самокате нельзя, потому что это... Пешеход. Ну, пока пешеход. Но это странно, да? Самокат и пешеход одно и то же. Поэтому вот мы ждем, когда, наконец-то, там, наверху, на законодательном уровне примут, наконец, решение, что такое электросамокат. Потому что нужно определить это транспортное средство, и тогда уже понять, где ему можно передвигаться. И вот когда появится, наконец-то, закон, появятся велодорожки, надеюсь, что электросамокатом можно будет ездить по велодорожкам, и тогда, наверное, количество все-таки вот этих печальных случаев станет меньше. А то сейчас, действительно, они гоняют, где попало. Они гоняют и по дороге, видел, там, вот эти случаи, когда едут по, там, МКАДу, да? Там во вторую, третью полосу. Да, 80 килограмм в час несется, да. А он думает, ну, я же самокат, не знаю, кто я. Я, наверное, вдруг я мотоцикл. Обалдеть, смотри, как чешет. Жесть. Какая скорость? 90. 90. Пожалуйста. А ты знаешь, вот я вот сейчас тоже езжу на электросамокате. Ну, точно, ты же на электросамокате сейчас едешь. И у тебя быстрый самокат, я знаю, он до 80 разгоняется. Ну, до 50. Ты пускай разгоняешься? Я до 50 в одном месте разогнался, но это опасная штука. Понятно, да? Когда я сел, ну, первый раз попробовать самокат, что это такое. Ты не сел, ты встал. Да, встал. Он без стульчика меня. Ты, когда начинаешь двигаться, он непривычно, он резко рвет вперед. Так. Ну, там есть эко-режим, который тебе не позволяет быстро разгоняться. Я на нем поездил, привык к нем. И со временем ты понимаешь, что это мощная штука, и ты скорость теряешь. Потому что, ну, на велосипеде ты усилий прилагаешь, чтобы разогнаться. Да? Это зависит от твоего физического здоровья. Ну, ты стояешь. А здесь ты просто ручку нажимаешь, ты эту скорость не чувствуешь, ветер в волосах, и ты помчался, да? Тротуары у нас тоже, в принципе, хорошие стали, но я не гоняю по тротуарам по простой причине, потому что там есть у нас пешеходы, дети, родители с колясками, и все. Зачем? Да, потому что медийная личность, и Псков маленький, тебя встретят потом, морду на нее. Ну, знаете, что с самоката, что с велосипеда падать весьма будет больно. Я с тобой согласен, да. То ты адекватно передвигаешься для своей безопасности, и чтобы не повредить никого другого на улице. Ну, в общем, что? Ждем тогда, когда примут решение, что это такое, наконец-то, электросамокат, да, какое-то транспортное средство, и можно ли ездить на нем по велодорожкам. Ну, пока у нас, вот мы сделали велодорожки, у нас на самокатах, на роликах, на велосипедах, естественно, начали ездить именно по велодорожке. Ну, первую неделю люди хаотично привыкали, пешеходы ходили. И сейчас уже, в принципе, и пешеходы не заходят на велодорожку, и велосипеды, самокаты с пешеходной части сместились на эту велодорожку. То есть, нет такого хаоса. И, то есть, мы, чтобы не было вот этих несчастных случаев с наездом, ну, ситуации могут быть всякие разные, но разделили потоки. Здесь вам, здесь вам. Пользуйтесь, пожалуйста. Да, я знаю, что нас смотрят представители администрации из разных муниципалитетов. У нас есть к вам предложение. Смотрите, мы в Пскове реализовали уже проект с велодорожками. Ну, он уже рабочий, можно ездить по тем дорожкам. Ну, это первый этап. Да, первый этап, но, тем не менее, вот он есть. Поэтому, если у вас в городе нет велодорожек, и вы хотите их создать, приглашайте нас. Мы придумаем, где их нанести. Разработаем проект, и вы его сделаете. Следующая новость творческая. Жители центра Петербурга закрыли яму разноцветным динозавром Семеном. И на подходе собираются еще одну ямку закрыть тоже другим динозаврикам. Это динозаврик, который в Google появляется. Слушай, похожий, да. Они из мозаики выложили его яма вот на улице Подольской. Ну, очень миленько, потому что, да, есть много проектов, на самом деле, в интернет. Я помню, по-моему, в Южно-Сахалинске, да, был даже Инстаграм, там, Яма Инстаграммер была, да. И, наконец-то, ну, это зачем все, собственно говоря, делается? Для того, чтобы чиновники обращали внимание на проблему. Поэтому вот таким вот незатейливым, но ярким способом можно обратить внимание на то, что, смотри, яма есть. Давай, может, она... То есть, жители местной администрации не слышат, когда они обращаются с ремонтом. И, получается, создают такую креативную вещь, и она всплывает у всех на слуху. И, соответственно, чиновники понимают, что, блин, пора заняться этой ямой. Да, ну, а кроме того, вы все знаете, что есть проект «Карта убитых дорог». Он работает, заявки поступают, и вот эти заявки видят чиновники. Поэтому вот похожие ямы можно добавлять на сайт «Карта убитых дорог». Ну, а мы с вами увидимся в следующий раз. Поэтому пока, удачи на дорогах. Всем пока, подписывайтесь, ставьте колокольчики, оставляйте комментарии. Мы читаем и отвечаем.